Так, в Казани завершился саммит БРИКС. Планировалось изначально, что Путин там будет в качестве президента всего мира. И в некотором роде это получилось, ну как минимум для Александра Лукашенко. Вы меня в чем упрекаете? Они защищают страну, на которую напали. А я защищаю Россию. Это наше общее отечество от Бреста до Владивостока. И мы об этом будем говорить, потому что там, во-первых, завелись уже шпионы в этом БРИКС. И все очень-очень сложно. В общем, организация начала расползаться на отдельные группировки. Некоторые решили, что вообще не надо туда вступать. А те, кто хотели бы вступить, их просто туда не взяли. Потому что это вступление заблокировали, например, как в части Венесуэлы, заблокировала Бразилия. Которая на высшем уровне сама не была представлена. Но мы давайте-ка сначала начнем с пресс-конференции Владимира Путина. Во-первых, он признал, что да, именно так, что северокорейские солдаты находятся на территории Раши. Ну, давайте начну с первой части Вашего вопроса. Снимки, они вещь серьезная. Если есть снимки, значит, они что-то отражают. Хочу обратить Ваше внимание на то, что не действия России привели к эскалации на Украине, а госпереворот 2014 года. И, естественно, в этом виноват кто? Правильно, американцы. Потому что в 2014 году, по мнению ВВХ, в Украине был государственный переворот. И поэтому сейчас там северокорейские солдаты. Что случилось с российскими солдатами, очень большой вопрос. Ну, почему большой? Да они просто в основном умерли. И тут уже ясно, что северокорейских солдат он планирует использовать исключительно в Курской области для начала. Но на этой пресс-конференции вообще-то было несколько таких прямых вопросов. Я думаю, завтра вам их покажу, потому что это действительно интересно. На прямой вопрос, что вы готовы сделать для окончания войны? Он сказал, что нас интересует мир или как переговоры, остановка войны с учетом территориальных реалий на земле. Это значит минус Курск. Хотя, понятно, по поводу Курска он делает вид, что ничего не происходит. И кема солдаты все решат. Ну и где тут тонкий момент? До этого он скакал по различным мероприятиям. И рассказывал о том, что отдайте мне полностью Херсонскую и Запорожскую область, и тогда я начну с вами вести переговоры, и еще я требую разоружения Украины. Так говорил ВВХ. Но тут, говорит, уже вот прям вот то, что сейчас есть, уже нормально. На меньшее я не соглашусь. Известно, что во время ваших многочисленных двусторонних встреч поднималась тема конфликта на Украине. Скажите, в каком ключе обсуждали происходящее в зоне СВО? Как по вашему партнеру, с которым мы говорили, как настроены по отношению к этому конфликту? И говорили ли о поддержке нашей страны? Ну, все настроены на то, чтобы конфликт закончился как можно быстрее и желательно мирными средствами. Вот тут вопрос в чем? Вопрос в том, что если правильно поставить обеспечение украинской армии высокотехнологичными средствами поражения, гляди, гляди, и Путин снова даст заднюю. Тем более, он любит, когда его обманывают. И еще, это тоже для завтрашнего видео не пропустите, значит, было заявлено Путину в глаза, что, мол, ты нормальный? Ты вот все говоришь о безопасности России, которая страдает и всякое такое. И вроде как до 24 февраля 2022 года российские регионы не бомбили. Не было войны в Курской области, Белгородской, да и во многих других областях. Куда мы только не лупили. Вот показания не лупили этот раз, но это из уважения к международному праву и неуважению к Антонио Гутерришу, который, я так понимаю, после выхода на пенсию займет место Шрёдер-2. Ну, как Герхард Шрёдер, то есть будет протирать бутылки в погребе Владимира Путина, винные. Вот он просто к пенсии готовится и вот поэтому тусуется на всяких фашистских мероприятиях. Так вот, внимание на вопрос. А вы уверены, что вы все правильно делаете? Мол, хотите больше безопасности, гарантии безопасности для России? А тут вот такие дела. Прилеты, куча жертв. С двух сторон. Так знаете, что сказал Путин? Он говорит, что все связано с тем, что Запад обманывает и продолжает двигать альянс к границам Российской Федерации. Так что это значит? Он просто на глазах всего мира расписался в том, что он ненормальный. Но хочется напомнить гражданам России, что граница Российской Федерации со странами НАТО, которых вы почему-то так сильно боитесь, я даже не знаю, какой-то трусливый у вас этот ВВХ, всего боится, все его обманывают. Так вот, эта граница выросла как минимум в два раза за счет вступления Швеции и, соответственно, Финляндии. И вопрос вступления Украины в альянс, он тоже, он не отменен. Путин бесится и жалуется на Запад, что он переходит на новые технологии и, внимание, в этом ответе, забегая вперед к завтрашнему видео, скажу, Путин говорит, вот поэтому мы решили развивать отношения со странами БРИКС. А вот каждый житель Российской Федерации сейчас задается вопросом, а что мешало до 2014 года, до 2022 года и до полномасштабного вторжения развивать отношения со странами БРИКС? Риторический вопрос, а ответ на него, он очевиден, он просто ненормальный. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, мы тут называем, как всегда, вещи своими именами. Ну и давайте поговорим о том, как Путин стал президентом всего мира. Ну действительно, я не скажу, что это провальное мероприятие, тут его можно трактовать по-разному. Дело в том, что приехало, сколько там, 22 лидера различных государств, побольше и поменьше. Для нас очень важны Индия и Китай. Моди побыл чуть-чуть и улетел домой в Индию. Почему? Потому что к нему в гости едет Олаф Шольц. Ну просто какой-то это поток индийской мочи прямо на голову российского президента. Так вот, значит, смотрите, что там произошло на этом саммите БРИКС? Там шпионы. Начнем с Путина, президента всего мира. Другой, не менее важный вопрос, о дальнейшем расширении нашего объединения. Безусловно, игнорировать беспрецедентный интерес стран глобального Юга и Востока к укреплению контактов с БРИКС было бы неправильно. В той или иной форме такое стремление выразили уже более 30 государств. При этом необходимо выдержать баланс и не допустить снижения эффективности БРИКС. Какая странная фраза. Эффективность БРИКС, баланс. Некоторые, как я сказал, отказываются, некоторых не берут. Очень-очень странная ситуация. Ведь есть мнение, что те государства, которые приехали на этот БРИКС в Казань, они, знаете, как в советские годы, приедут, чтобы потешить самолюбие российского диктатора. Мол, ты не в изоляции. И он действительно не в изоляции. Смотрите, Гутерреш просто руку ему целовал. К пенсии готовится. Он, кстати, Лукашенко тоже руку целовал. Не знаю, надеюсь, ничего другое целовать этого дедушку не заставили. Так вот, туда многие государства приехали просто... Ну, они посмотрели на Раша в такой ситуации, что тот, кто приезжает в Казань, тот получает скидки на нефть. Ну, да, собственно говоря, все. А что Россия еще производит? Вот такие вот у них расклады. Значит, они вот практически вместе с Лукашенко, это же союзное государство, контролируют всю планету. Лукашенко вообще считает, что его не доцеловали. Его надо было крепче и больше целовать. Да-да-да, так и считает. Потому что БРИКС заменит ООН. Организация Объединенных Наций после выхода на пенсии в Гутерреша. Это не точно, но тем не менее, вот этот просто масштаб величия, он потрясающий. Мы готовы, да? Я думаю, ты гадких вопросов мне много заготовил. Гадких? Журналист. Ну, я из-за этого и скажу. Ну, во-первых, мы встречаемся в кулуарах с Амит БРИКС. Да. Скажите, почему вы хотите, чтобы Беларусь вошла в эту организацию? Сразу возникает вопрос, Стив. А почему нам не хотеть? Да, вот этот вот Стив, он задал очень крутой вопрос. Это будет тема отдельного видео. Беларусь не взяли. У нее там какое-то пограничное состояние. С другой стороны, а зачем Беларуси в БРИКС, раз вы союзное государство? Тем более, Александр Григорьевич, он точно знает, что Путин президент всего мира. Вот тут с президентом всего мира есть нюансы. Вот этого мира против Запада. Они думают, что Путин президент этой части планеты. Так это позиционируется в России. Объединение на начальном этапе, а оно уже приблизилось к половине всего. И население, территория, производственное потенциал там и так далее. А если говорить о стратегии, то если страны, входящие в БРИКС, будут таким путем двигаться, увеличить темпы, я уверен, они превзойдут многие объединения, они уже превзошли, в том числе и семерку, и двадцатку, и прочее, и приблизиться к организации объединенных наций, не подменяя ее пока. Буквально один раз Гутерреш поцеловал Лукашенко, а его он тоже целовал, ну или обнимал. И вот уже все, ООН, она в принципе не нужна. Но то, что планета, она делится, по сути, уже сейчас на два блока, это не секрет. Но, понимаете, Путин всех позвал для того, чтобы вот они сказали, какой он классный. И знаете что? Все наломало кто? Да, она. А, нет, не женщина, она ела бобра. Внимание, кто главный в БРИКС? А зачем твои дети учат китайский? А мне кажется, ответ на это очевиден. Потому что Китай, мало того, что древнейшая цивилизация мира, так мир фактически начался китайцам. И, видимо, Китаем, и, видимо, Китаем закончится, если... Тут маленькая ремарочка по поводу древнейшей. Тут и представительница древнейшей профессии. Тоже на работе. Элита. Элитная. Ну, вы понимаете, о чем я. Потому что очевидно, что в ближайшие же годы, в ближайшее же время, мощнейшей экономикой мира останется Китай. Двигателем роста экономического, вообще прогресса с этой точки зрения, как это умеет именно сейчас только Китай, будет оставаться Китай. И с этой точки зрения не учить китайский, как раз недальновидно, а учить китайский обязательно нужно. Были времена, что по такому вот принципу планета уже делилась. И тогда многие учили русский язык. Но почему-то в конечном счете все равно международным языком общения было и остается английский. И в Великобритании, и в других государствах, где этот язык имеет статус или государственный, или какой-то другой статус, там ни у кого не хватило мозгов о том, что нужно англоговорящих защищать. Ну, просто они не такие тупые, как Владимир Путин. И язык, ну, это инструмент, и, да, это мир в культуру, и всякое такое. Но мы тут слышим, что после английского вот сразу идет китайский, а не русский. И поэтому я тут думаю, что, да, английский или китайский учить есть смысл. Нам английский, мои дети свободно говорят по-английски, а я так, вечный интермедиат. Ну, а китайский пусть учит тот, кто хочет. У нас есть и вузы соответствующие и так далее. Но тут вопрос в чем? Что Китай будет лидером, а Владимир Путин будет рассказывать во все это время про государственный переворот, значит, что еще про Запад, как он борется с этим бездушным Западом. Там, опять же, обычно они делают исключительно акцент на всяких там ЛГБТ-штуках. И такое ощущение, что действительно в Европе нет пессуаров. Ну, так они рисуют картину. Так вот, я ответственно заявляю, что ничего в этом отношении не изменилось. Но россиянам, в принципе, это знать не обязательно. Значит, Путин собрал у себя этот саммит БРИКС. И вот очень много аналитических всяких умных голов говорят о том, что вообще-то все, кто туда приехал, ну, они хотели получить что-то от дойной коровы Владимира Путина, ему же не надо там где-то в каких-то российских городах водопровод проводить или как-то улучшать жизнь, потому что всем на это наплевать. По большому-то счету. В Москве так точно. Ну, вот они что-то хотят получить от Раши, какой-то бонус и плюшки. Но по большому-то счету все говорят о том, что, эй, прекращай. И вот это интересно. То есть даже по итогам, как я уже сказал, он же сказал, ну, Путин, он изменил позицию, теперь ему уже вся Запорожская область уже не нужна. Вот он так хотел, а теперь уже не сильно хочет. Это при том, что северокорейские солдаты отправились бороться с империализмом. Один из примеров этого – это Украина, которую используют для создания критических угроз безопасности России, игнорируя при этом наши жизненные интересы, справедливые озабоченности и ущемления прав русскоязычных людей. Как мы уже выяснили на этом YouTube-канале, с русскоязычными проблем уже нет. Путин их просто уничтожил или изгнал. Тут интересы, исторические, глубинные интересы. Чистая речь Адольфа. Один в один. Никакой разницы нет. Я так понимаю, сейчас расклад такой. Путин рассказывает о том, как его обманули в Украине. Он это делает уже 10 лет. За это что-то отстленяет, кредиты африканским странам списывает или еще что-то. Его по большому счету интересует исключительно это. Когда ты смотришь на этот расклад, может быть, Путин атакует Запад, он атакует Украину. Но может быть, он действует в качестве тарана. Тарана Китайской Народной Республики. Потому что наши китайские друзья, они какого-то дурачка иногда включают. Говорят, не знаю, Путин видит северокорейских солдат, а Китай не видит. Кто бы мог подумать. Просто удивительно. А потом он все равно на такие миротворческие речи Гутерреша, который поцеловал руку Путина, ну или преклонил бошку так точно, звучат вот такие вот тезисы. И касается это исключительно войны с Украиной. То есть, получается, Путин приглашает людей, чтобы его послушали о том, как все плохо. Он хочет, чтобы его послушали, поняли и простили. Но нет, этого не будет. Уважаемый господин генеральный секретарь сказал о том, что мы должны все жить как одна большая семья. Уважаемый господин генеральный секретарь, мы так и живем. Вот в семьях, к сожалению, часто случаются размолвки, скандалы, делешь имущество. Дело иногда доходит и до драки. Цель БРИКС заключается в том, чтобы создать необходимые механизмы взаимодействия. Хотите делить имущество? Так и делите это имущество в рамках БРИКС. Я думаю, что Китайская Народная Республика, как мы уже выяснили, как лидер антизападного блока, они знают, что им принадлежит на российской территории. Что там до Сибири, до Байкала. Ой, вы когда начинаете играть в историю, это двигать границы. Всегда почему-то диктаторы забывают о том, что в эту игру можно играть вместе. Так вот, внимание, в БРИКС завелись шпионы. И все это прям на глазах ВВХ. А по поводу войны и СВО, вы не советуете ему пора заканчивать? Нет, я не говорю, что пора заканчивать. Они постараются ввести в БРИКС как можно больше своих людей, для своих государств, союзных им, чтобы тихо блокировать любые резолюции. Или хотя бы перенаправлять их в выгодное Соединенным Штатам русло. То есть, на самом деле, к теме расширения как раз БРИКС надо бы подходить осторожнее. Особенно там, где речь идет о приеме американских союзников БРИКС. Турция, частично Саудовская Аравия. А может быть, при каких-то раскладах и Китай. Что-то тут человек-матрас заподозрил. Он тоже сомневается в адекватности ВВХ. Они могут красиво себя вести, но внутри БРИКС они могут пытаться заблокировать невыгодные США инициативы. Второе. Американцы, конечно, будут создавать некую контрорганизацию. Напомню, что когда еще только-только Шосс и БРИКС создавались, они вспоминали, что у них были Манильский пакт. Договор безопасности Юго-Восточной Азии. Сейчас мы видим его призрак в виде аукус. То есть Австралия, Британия, США, наверное, возьмут Японию, наверное, возьмут Филиппины. А вот дальше пойдет борьба за Индию. Какие интересные соображения. Получается, и Путин всех переиграл, и КНР, то есть товарищ Сир Си, тоже всех переиграл. Но кто здесь шпион? Пишите мнение ваше в комментариях. Мне, если честно, кажется, что шпионом в БРИКС является, знаете кто? Беларусь. Именно так. А вы не советуете Путина? Он не советуется у вас? Он мне советует, я ему советую. Слушайте, мы родные люди. В конечном счете тренды в РФ задает непосредственно Владимир Ха. То есть, что бы они ни обсуждали, о чем бы они ни говорили, в конечном результате выходят на американский след. И тут, внимание, есть реакция на то, что северокорейские солдаты появились в РФ. Никто это незамеченным не оставил, и Матрас догадался первым. Про Южную Корею не случайно Бильд написала, что американцы втягивают ее в противостояние. Американцы в качестве альтернативы воскрешают старый проект 70-х годов, азиатская НАТО. То есть, создать общую организацию, не отдельные договоры, большая разница, а общую организацию США, Япония, Южная Корея, ну и желательно втянуть бы туда Австралию, Новую Зеландию и Филиппины. То есть, нам надо, конечно, готовиться к контрходу со стороны Соединенных Штатов. Самыми оптимальными контрмерами будет уничтожение российской оккупационной армии на территории Украины всеми возможными средствами. Нашими дронами, американскими ракетами, в прошлом, а теперь украинскими ракетами, и другими системами поражения. В общем, вот такой вот интересный расклад. А много интересного нас ожидает. И тут выход только один. Поддерживать сбройные силы Украины. Подписывайтесь на канал. Называем здесь вещи своими именами. И да, Украина была, есть и будет. А Путин – ВВХ. Подписывайтесь. До зустречи. 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 Продолжение следует...